Итак, друзья, снова здравствуйте. Сегодня у нас выходит третий выпуск Кэсбаскет ТВ. Сегодня у нас завершился четвертый игровой день. И, как обычно, мой коллега по цеху в этом проекте, Алексей Фролов, подведет итоги его игра. Всем большой привет. Сегодня у нас определились полуфиналисты. На самом деле, наверное, каких-то особых неожиданностей нет. Я думаю, что главная неожиданность в том, что у нас в очередной раз сошлись финалисты Приворского федерального округа. Это Шанкар и команда из Кировской области, Драконы. Они играли в финале Приворского федерального округа. Так получилось, что в жеребьевке они попали в одну группу. Снова судьба их свела. В одной группе игры сыграли. Как нам казалось, мы думали, что мы их развели. Но по осетке получилось так, что одна полуфинальная пара у нас получилась. Шанкар и кировские драконы. Вторая пара достаточно ожидаема. Это та самая темная лошадка Челные сети. И один из фаворитов – это Новосибирский исток. У девчонок, на самом деле, наверное, неожиданностей никаких нет. Единственный вопрос, что пермские акулы, вновь выйдя из группы, где проиграли челябинским драконам, девчонкам, вновь сошлись в полуфинале. И посмотрим, может быть, и Кирс, и пермские девчонки отыграются. Посмотрим. Я думаю, что будут зарубы. Будем ждать завтрашних матчей. А, да, сегодня у нас традиционный матч. Матч тренеров. И мы сегодня с удовольствием посмотрели на тренеров. Наверное, это не случайно. Мы выбрали именно этих двух молодых людей. Потому что Камчатка у нас, наверное, самый восточный регион. И мы представляем Камчатку. И наш новичок, наш новый регион. Команда Запад. Тренер команды волжских спартанцев. Человек, который, наверное, самый эмоциональный тренер в нашем чемпионате. Сегодня здесь, на площадке, наверное, забивал больше всех. И поэтому он тоже сегодня здесь, в нашей импровизированной студии в зале. Итак, сегодня у нас представитель Запада, 14 номер, Сергей Кутещев, Волгоградская область. И представитель Востока, номер 15, Михаил Квашин. Камчатский край. Друзья, у меня к вам несколько вопросов. И вот первый задаю буквально прямо сейчас. Как вы считаете, насколько важны наши соревнования, наш чемпионат для юных спортсменов, как в спортивном, так и в воспитательном плане? И как вы считаете, насколько они важны для вас, как для педагогов? Я могу начать, да? Конечно. Соревнования очень важны. У нас, конкретно нашей команде, мы нигде и не выступали. И здесь у нас, как нельзя больше, появилось стимула для наших детей, молодежи. Как вы заметили, у нас и достаточно молодое поколение подрастает. Мы хотим как бы и в следующем году участвовать. В воспитательных планах, конечно, так, уехать на полторы тысячи километров, без мамок, без всех. Нам очень интересно наблюдать, как они себя ведут, учить жизни. Немножко подсказывают. То есть, ну, неоценимый опыт для нас. И я надеюсь, что для них он тоже, как бы, не зря, не зря будет. Ну, я скажу не только за нашу команду, а за весь наш регион Камчатский край. Вот эта школьная баскетбольная лига Казбаскет в данный момент в нашем регионе является одним из самых важных соревнований для детского баскетбола. Именно для школьных команд. То есть, ребята готовятся к своим соревнованиям. Уже где-то с осени они начинают. Когда начнется Казбаскет, спрашивают у нас. Когда начнется Казбаскет. И, конечно, большим стимулом является то, что победители имеют право представлять свой регион. И сначала на дальневосточном федеральном округе. И потом, если есть возможность, и они попадают в призыв в нашем федеральном округе, ехать уже на суперфинал. То есть, это очень большой стимул именно для всех наших школьников. Друзья, только что завершился матч тренеров. Как вы считаете, насколько, ну, как уже говорил Алексей Фролов, традиционный, но, несмотря на то, что сегодня это был второй раз, да, в клана действительно сделать его традиционным, потому что, на наш взгляд, мероприятие очень интересное. И хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы считаете, насколько приживется и понравился ли вам такой формат общения между тренерами? Ладно, хоть не подрались. Очень. Накал был безумный. То есть, вот это вот спортивный, еще ажиотаж зрителей. То есть, Сергей Александрович, Алексей Владимирович. То есть, вот это вот все, как бы оно вспоминаешь, когда играл, то есть, вспоминаешь, что это вот спортивный азарт. И это очень понравилось. То есть, была борьба, то есть, никаких там ни парашютиков, ничего. Именно борьба между тренерами, как на поляне мы играли, сражались со всеми. То есть, и так здесь же у нас все это продолжалось. Ну, я продолжу скажу, что этот матч, как бы, должен, конечно, быть всегда присутствовать на суперфинале. И я от своего имени скажу, что тренерам уже нужно готовиться к этому матчу заранее. Потому что тяжело. Борьба такая, что тяжело бегать. Нужно бороться и быть готовым к таким уровню. Ну и последний вопрос, друзья. Что касается зрителей. Вот скажите, волновались ли, зная, что на вас смотрят ваши воспитанники? То есть, как-то это подстегивало вас? Явилось ли каким-то стимулом? Либо чувствовали себя спокойно, уверенно на площадке? Ну, ничего подобного. Потому что, как вы знаете, к сожалению, наша команда вылетела на групповом этапе из восьмирки лучших. Всего каких-то обстоятельств. Хотелось им показать еще раз, что никогда не надо сдаваться. Надо идти, доказывать, стараться из последних сил. То есть, конечно, давило это немножко. Хотелось, как вы сказали в начале разговора, немножко воспитательной форме преподнести именно такой момент. Да, на любой баскетбольный матч выходишь как на первый. Конечно, хочется показать детям, что ты умеешь что-то, чтобы они смотрели и видели, что ты играешь, а не только ругаешь им, показываешь им, что-то рассказываешь. Ну что, друзья, спасибо большое. Мы получили массу вопросов. Это был третий выпуск из Баскет-Симии. Ну а всем любителям баскетбола я хочу сказать, смотрите нас завтра. Завтра будет еще интереснее, ведь 28 апреля уже совсем близко. Увидимся. Пока.